Давайте сегодня создадим с вами простой документ в техе по шаблону статьи. Выглядит, думаю, примерно так. Здесь у нас будет название, какой-то абстракт, содержание, вот кликабельные ссылки, картинки, уравнения, уравнения такие, уравнения в тексте, вот нумерация, ссылки на уравнения и так далее. Делать мы это будем на сайте Overleaf, так как это самая простая точка входа в тех, ничего не нужно устанавливать, и тем более онлайн-редактор Overleaf достаточно хорош. Создаем новый проект. Вот, он делает нам типовой документ, в котором уже есть минимальная необходимая информация. Видим, что самая первая строчка у нас документ класс, вот здесь вот у нас артикл, статья. Потом идут настройки документа. Например, можно подключать различные пакеты. И какая-то информация у нас о создателях этого документа. Название, автор и дата. Давайте я содержание удалю. Вот, и напишем какой-нибудь текст. This is some text. Чтобы скомпилировать, нужно нажать Recompile, либо Ctrl-Enter на клавиатуре. Вот, будет какой-то текст. Вот, чтобы у нас все-таки появился title. MakeTitle есть команда специальная, она делает нам заглавление. Вместо даты, например, можно поставить today. Это тоже сработает, он поставит сегодняшнюю дату. Часто в стадиях есть Abstract. Для этого есть свое окружение Abstract. Вот все это мы делаем в окружении документ. Самое главное и самое верхнее окружение, в котором мы будем работать. This is an Abstract. Отлично, мы написали. Что у нас получается? Вот здесь есть Abstract. Можно написать сюда больше текста. Текст, текст, текст. Вот у нас будет такой вот отдельный Abstract. В теле статьи у нас обычно все не просто с прошедневым текстом, а разбито на какие-то секции. Например, Introduction. Чтобы сделать следующий абзац, мы должны пропустить одну строку. Потому что, видите, как только пропустил одну строку, у нас появился новый абзац. Так, создадим еще один. Назовем его что-нибудь вроде GeneralRailTNT. Вот. И напишем наше первое уравнение. Для этого есть специальное окружение. BeginEquation. И что-нибудь вроде MC². Вот. Мы создали параграф. В нем есть классное уравнение. Давайте напишем CoolEquation. Ну и можно, например, его переписать в естественных единицах. The NaturalUnits. With. Чтобы написать уравнение в линию, это делается между двумя знаками доллара. We have an Equation. Просто энергия равна массе. Супер. У нас получилось то, что получилось. Очень красиво все выравнено и так далее. Давайте в параграфе Introduction опишем, что у нас там произошло. Мы скажем, что In the section 2 there is Equation 2. Потому что оно короче. Тогда мне не нужны константы. C, да? Equation. Отлично. Но мы продолжаем писать статью. Я, например, решил сделать еще одну секцию. Надо И тут написать еще одно уравнение. Упс. Сори. Что-нибудь типа 1 плюс x равно интеграл от x квадрат под x. Не знаю, что написал, но что-то написал. Но проблема в том, что у нас вот эта фраза в разделе 2 классное уравнение 2 теперь абсолютно не про то. Во-первых, мы считали классным уравнением это. А раздел второй был про General Relativity. Но здесь наступает самая прекрасная отехия. Потому что мы можем все это исправить с помощью меток и ссылок. Мы можем сделать так называемый лейбл. есть соглашение внегласное, что метки начинаются. Если это уравнение, то это ec двоеточие. Например, cool equation. Мы решили, что оно такое. Чтобы у нас правильно работали все ссылки, нужно добавить еще один пакет usePackage sm-mass. Отлично. И так же сделаем метку на секцию. Соглашение здесь следующее. sec-general. вот теперь вместо такого давайте запишем section 2. Теперь мы сделаем ссылку reference. Это команда ref. Вот здесь мы пишем section general. Отлично. Вместо equation нужно даже есть специальная команда ссылка на уравнение reference to an equation. Эк ref сокращенно. И здесь он нам уже сразу подсказывает, что мы ссылаемся именно на классное уравнение, а не на уравнение 2. Вот. Смотрим, что получается. Получается то, что мы хотели. Вот. Потому что если я, например, скопирую вот это все, делаю тут еще один параграф, то здесь мы все равно ссылаемся на то, что нужно. Вот. Если у нас прям растет сильно документ, очень сильно помогает table of content. Давайте его тоже сделаем. Table of contents. Пожалуйста. Ну, а сам документ мы, например, будем продолжать с новой страницы. чтобы вот так вот открыли статью. Здесь вот абстракт, содержание, а потом, если понравилось, то уже читаем дальше. Вот. Давайте сделаем последний финальный штрих и добавим ссылки в наш документ. Для этого есть отдельный пакет, он называется hyperref. Вот. И чтобы ссылки выглядели красиво, мы дадим ему параметр color links. Вот. Если мы это сделаем, то у нас, во-первых, ссылки будут обозначаться цветом, и они будут все кликабельные. Итак, вот он, наш красивый документ. Нам осталось только вставить картинку. Обычно картинки складируют папку fig. вот. я сюда загрузим картинку. Я уже тут подготовил. Вот. Картинка называется Lady. Вот. И чтобы оставить картинку, так и пишем begin figure. Вот. И тут сразу есть макрос. Название у нас Lady. Вот. По адресу fig. Lady. Но он тут автоматически подскажет. Вот. Подпись картинки the lady of the internet. Вот. А лейбл у нас будет следующий. Давайте просто введем. Чтобы у нас картинка правильно подгружалась, нужно здесь вот ввести ее с package graphics x на конце. Вот. и попробуем. Так. Она у нас слишком большая. Давайте немножко сделаем ее поменьше. Здесь вот в этой команде в квадратных скобках есть параметр ширина. Width равно ну давайте где-то 0.3 от ширины линии line width. и так вот пожалуйста все очень красиво. Призываю пользоваться over leaf'ом базой знаний over leaf'а learn вот так. тут во-первых есть tutorial на 30 минут вот ну и очень подробно все расписано например если хочется знать про картинки вот здесь тоже все типовые примеры есть на этом все